Ицелим этот мир вместе. Традиционный утренний эфир еженедельный. Сегодня, правда, я его привожу во вторник, а не в понедельник. Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь. И мы проверим звук и начнем работать. Так, у вас все больше и больше это хорошо. Друзья, напишите, как сегодня меня слышно и видно. Несколько минут назад в инстаграме были какие-то перебои. Поэтому пришлось эфир начать с небольшой задержкой. Вот сейчас все вроде хорошо, корректно работает. Поэтому хочу, чтобы кто-то написал, как меня сегодня слышно и видно. Из какого вы города? Так, Светлана, доброе утро, слышно хорошо. Так, здравствуйте, Ирина. Так, у нас все больше и больше, прекрасно. Сейчас подождем тех, кто заявлялся. Напоминаю, друзья, если кто-то первый раз сегодня присоединился к моему эфиру Миллерова, значит, это традиционный еженедельный эфир, который посвящен вопросам исцеления. Суть его очень проста. Я консультирую тех людей, которые правильно отправили заявку на него. И таким образом, консультируя кого-то в течение 3-5 минут, я помогаю тем тысячам, кто потом будет просматривать либо в прямом эфире эти консультации, вот этот прямой эфир, либо смотреть его в записи. В течение суток несколько тысяч просмотров. Меня это очень радует. Таким образом, работая в течение часа, я получаю очень хороший результат. И таким образом мир, в котором мы живем, становится все лучше и лучше. Одинцова, лазутенький. Недалеко находитесь от меня, я тоже рядом с Одинцовым проживаю. Так, у нас все больше и больше. Значит, вот сейчас я покажу уже список, уже тут чуть-то не третий я уже пишу. Вот один, вот второй, тут уже третий начался писать. Это количество заявок. Естественно, я не смог проработать всех, хотя этот прямой эфир и стрим, этот мир вместе уже не первый месяц идут. Но ничего, самое главное, что вы должны быть в списке, и тогда я могу вас принять в прямой эфир, вывести в диалог и таким образом разрешить ту проблему, которая у вас сейчас есть. Варшава, привет! Светлана Камышан, посмотрите меня в списке, Света. Сейчас я посмотрю, есть ли вы в списке. Света, Света, Света. И потом начнем работать. Так, Светлана, Светлана. Ну, если вы заявку направляли, то вы должны быть здесь. Да, вы есть, Светлана. Что же, не заявились, когда входили? Ну, давайте, сейчас я вас вызову, и потом посмотрю, кто там следующий. Света, сейчас я вас возьму. Вы у меня 55-е в списке. Бывает, что иногда нет функции, нет возможности в прямой эфир человека взять по, не знаю, по каким причинам. Может быть, модель телефона не та, это моя догадка такая. Ну, вот, может быть, не последняя версия программы Инстаграм. Здравствуйте, Света. Ой, здравствуйте, Артем. Да, как вы меня слышите, видите? Очень прекрасно. Так, вас тоже хорошо. Как вы меня? Прекрасно тоже. Слушаю, что ваши вопросы. Ой, Артем, у меня, на самом деле, много вопросов. Так. Но основной связан с тем, что вот у меня, получается, в 18 лет, в 18 лет, ну, произошла такая большая любовь. Вот. Соответственно, я думала, что это, ну, как, наверное, в таком возрасте кажется, что это на всю жизнь, навсегда. Вот мы провстречались, ну, прообщались, провстречались, наверное, 7 лет. Ну, и так сложились обстоятельства, что он ушел к другой. Я очень это долго переживала, где-то, наверное, года два не могла прийти в себя, и после этого встретила человека. Ну, как мне показалось, что это не совсем, ну, мой мужчина, но он очень был настойчив, очень там ухаживал, ну, в общем-то, он делал все, чтобы меня завоевать. Вот. И мы с ним поженились. Так. Прообщались и, ну, как бы, прообщались мы до свадьбы, наверное, 3 года. И прожили вместе 3 года. Так. И сейчас у нас, ну, мы в процессе развода. Так. И опять та же причина. То есть, как бы, измена. То есть, в тех отношениях измена. Так. И в этих отношениях измена. У нас ребенок. Так. Вот. И, соответственно, он, ну, такой человек, даже знаю, как вам объяснить. Ну, очень... Не знаю, как сказать. Ну, человек, который не приемлет, если делают так, как... Ну, не так, как он считает правильным. То есть, все вокруг, там, вплоть, там, до родителей, до родителей, до моих родителей. Вообще, как бы, все его окружение, он всех пытается научить жизни. Ну, то есть, как он считает, что... Ну, приведите пример. Приведите пример. Приведите пример. Ну, например, ну, если в качестве, там, если ко мне, да, какие-то, если вам претензии предвели. Давайте к вам, да. Ну, что я неправильно, там, обращаюсь с ребенком, я его неправильно кормлю, я его неправильно купаю, я с ним неправильно разговариваю, я ему неправильно отвечаю, я повышаю на него голос. Ну, то есть, как бы, постоянный поток претензий, постоянный. То есть, что бы я ни делала, и как бы я ни делала, даже если я пыталась делать так, как он мне говорил, это все равно вызывало в нем недовольство. И вот нас все на этом строило. Сказалось поначалу, что все было очень хорошо, а потом, в силу того, что он постоянно на меня давил, я, ну, как бы, знаете, как, ну, отошла в сторону. То есть, я понимала, что у нас есть проблема, она неразрешима, и она не разрешится просто так. Вот. А я, как бы, мне было, ну, не то, что он, в силу того, что он на меня сильно давил, я отходила в сторону и в себе замкнулась. И он, ну, при нашем, как бы, у нас дошло все до такого, ну, что через там взаимные обвинения, почему у нас, мы пришли там к конфликту, к такому, что мне пришлось уехать к родителям с ребенком, и, как бы, я не вернулась домой. Вот. Ну, и подала на развод, потому что он, ну, во-первых, он, ну, на данный момент, так как я была в декрете, я в нем, ну, была в полной зависимости от него, хотя до этого, как бы, ну, мы вместе работаем, просто работаем в очень крупной компании, он высокопоставленный начальник, вообще у меня связи, деньги, и он настолько меня запугал, точнее, на самом деле, я просто очень сильно испугалась, что он заберет ребенка. Так. И, на самом деле, я не хотела развода. Я бы, может быть, попыталась, ну, как-то выстроить отношения, может быть, там надо было время подождать, но он ничего не хотел, он только требовал, чтобы я привезла ребенка, ну, чтобы я вернулась, привезла ребенка, то есть, как бы, меня в жизни его уже не было. И, то есть, как бы, он четко, как бы, сказал, дал понять, что моя жизнь больше тебя не касается, мол, типа, делай, что хочешь, но ребенка ты обязана привезти. И, соответственно, как бы, ну, я была в таком уже психологическом состоянии, потому что, ну, до того, до этого момента, как я уехала, наверное, несколько месяцев, у нас были такие отношения, знаете, он просто в определенный момент поставил между нами стену, ну, такую эмоциональную блокаду. Ну, у нас перестали, у нас, ну, не стало интимной жизни, и, соответственно, вот это вот началось. Полная, как бы, ну, то есть, постоянная, ну, не постоянная, а дистанция между нами. Я понял. Света, у меня вопрос к вам сразу родился, да? Сейчас, смотрите, вы сказали, что вопрос в измене, а сейчас стали говорить о том, что, на самом деле, просто он, ну, таким моральным террористом выступает в ваших отношениях, и второй вопрос, да? Вот вы рассказывали о том, что он вас завоевывал, но в один прекрасный момент стал вас терроризировать. Вот когда эта переключка произошла и после чего? Вы знаете, на самом деле, это начало проявляться, наверное, где-то за полгода до, ну, до свадьбы. Ну, как, это, это, это было, знаете, как, ну, такие звоночки начались, и у него такие были, знаете, срывы психологические. Мне казалось, что... Да, да. Причем, знаете, на пустом месте. То есть вот то ли он встал так, то ли не так, я посмотрела. Я даже не могла понять, что это такое. Я это все относила к тому, что у него очень нервная и ответственная работа, и, ну, так вот он психологически разряжается. Вот, но это было сначала там раз в несколько месяцев. Вот, потом это все стало происходить чаще. Я, понимаете, я просто не знала, как выходить. Вот человек начинает просто агрессировать, ну, начинает эмоционально там кричать, что это какие-то вот просто там из серии там, я же тебе говорил, ты не написала список в магазин. Вот мы едем там в магазин, я тебя просила, пиши списки. Я забыла. Вот. То есть начинается такая вот... Вот для меня, я говорю, Андрей, ну, хорошо, как бы, ну, можно же как-то спокойно просто сказать. Я не попугай повторять тебе. Я тебе три раза повторила. На четвертый это уже... Это уже... Я уже не могу этого терпеть. То есть вот, понимаете, в таких вот мелочах там списки написать. Ну, это понятно. Деспотизм определенный. Да, для меня это оказалось... Свет, просто мы вас долго можем слушать, Даня. Вот это все мне очень интересно. Но скажите мне одну простую вещь, да? Чего вы хотите в результате вот всей этой истории? Хочу... Я хочу выстроить нормальные отношения с мужем. Потому что у нас сын, он любит нас обоих, вот. И, соответственно, как бы... Не хочу я... Я не хочу сына ограничивать в общении с отцом. Ну, вот как вы думаете, зачем вам вся эта история прилетела? Зачем вы выбрали такого человека, и у вас так складывается обстоятельство? Какие ваши ощущения, ваше мнение по этому поводу? Урок, наверное, жизненный такой. Какой? Чему он учит? Что это за урок, и чему он учит? Ведь ваша ситуация не совсем уникальна. То есть вы уникальный человек. Понятно, что второго другого нет. Но вот похожих ситуаций я очень много слышу. Да, и часто бывают люди на приемах с такими же вещами, как у вас. Вот для чего вам это? Ну, я прихожу к выводу к тому, что это, наверное, скорее всего, что мне надо в себе что-то поменять. Чтобы не... Чтобы не притягивать такого. Ну, смотрите, однозначно, эта проблема не только внутри вас. Ну, вернее, она внутри вас. Проблема жертвенности, как таково, или жертвы обстоятельств, да? Когда появляется рядом тиран близкий, и семейная жизнь, и все превращается в разруху с вот таким терроризмом. Проблема в том, что это вот четкое ощущение, что у вас эта порода тянется. То есть такая же история была у вашего папы, скорее всего, да. То есть вот синдром жертвы там был. Что-то, какая-то боль, которая не разрешена до сих пор. Вы просто ее отчасти повторяете. Понимаете? И до сих пор, пока вот эта математика повторения чужой родственной боли не будет понято, вы не управляете ситуацией. Она вами управляет. Как у папы? То есть это работать с родом надо? Да. Ну, в каком плане? У папы дела нормально. Ну, в общем, нормально, но по характеру и я очень похожа на папу. У меня папа очень мягкий характер. Такой, ну, мягкий, покладистый. Кто его обидел? В чем его боль? Ну, вы знаете, у него мама была такая, знаете, как... Папа был достаточно спокойный, рассудительный, вот. А мама была не скандалистка, а вот такая женщина, которая, ну, не думает, не думала о окружающих, что там подумают, что скажут. Она вот так вот, знаете, на каждой ситуации тоже кричала постоянно. Парать. Да, да, да. То есть она все ситуации, ну, как бы, разрешала криком. Ну, и были виноваты кругом все. Неважно, кто это был. Кто был рядом, тот и виноват. То есть дети... Похоже, вот то, что вы описываетесь, тем, что вы имеете в жизни. Ситуация взаимоотношения отца, бабушки, да, просто там еще, вероятно, у вас оболенствующие в жизни что-то не в ладах. Вот, как следствие. И то, во что вы окунулись. По накалу страстей. Ну, возможно. Но только там, получается, ну, там только получается наоборот, получается, там мать его такая была. Пол не имеет значения. Здесь имеет... Неважно, да? Да, близкие взаимоотношения родственные, да. Когда в роду есть подавление кого-то, есть деспотизм определенный, вот тирания присутствует. Что в душе у бабушки, почему она такая? Ну, сейчас сложно понять, это надо в ее фотографии желательно посмотреть. Но, тем не менее, вот этот клубок, в котором жил ваш отец, он это внутрь себя загрузил. Он это не переварил до сих пор. И вам это по наследству просто досталось. Поэтому, когда вы стали создавать близкие отношения, вы наткнулись на то, что есть внутри вас. мир вам взеркалит ваше подсознание, то, что в нем заложено. А в нем опыт предков задержится. В чем первое, второе поколение, всегда оно очень часто проецируется. То есть, получается, это работать надо с ним. Да, получается так. С медитацией прощения. И с ней в том числе. Вспомнить факты, какие были. Как у вашего папы личная жизнь складывалась? У папы личная жизнь сложилась очень быстро с моей мамой. Ну, так, еще что там было? Не было никого-то до того, как с мамой были отношения? Да, он, ну, общался с другой девушкой, вот. Но когда появилась мама, он переключился на нее. А потом было такое, что он, наверное, выбирал между прошлыми отношениями, которые стали. Ну, и, соответственно, выбрал маму. Да. Он выбрал или его выбрали? Ну, знаете, у меня мама очень такая принципиальная. Она там поставила ультиматум. Либо я, либо иди там к другой. Вот, все, он мучился. Видите, рэкет продолжался, да? Мучился, наверное, я не знаю. Но в итоге как бы остался с мамой. Ну, понимаете, да? То есть, когда вот такие вот, вот опять же, рамки обозначаются определенные, у вас сейчас в жизни такая же история продолжает. Только она у вас еще хлеще выглядит. Еще ярче. Понятно. То есть, комплекс, которого вашего папы, если так вот психологию в честном виде взять и объяснить, да, все то вот синдром жертвы, который он не осознал, не отработал, который ему достался в отношении с матерью, он перенес все в личную жизнь. Но поскольку он его не отработал, это куда-то должно деться. И оно вам по наследству досталось. И вы по характеру на отца похожи. Поэтому, когда ваш благоверный орет на вас, он не на вас орет. Понимаете? Он орет на ваши родовые взаимоотношения. Да, у него своя боль есть, почему он так себя ведет. Но внутри вас прописан синдром жертвы. Почему он, говорю, наследственный. И для того, чтобы вам навести порядок во внешнем мире, сейчас надо навести его во внутреннем. А кроме медитации прощения, это дальше идти будет там? Да, посмотрите. На самом деле, это надо с папой вам посерьезнее поговорить. На самом деле, какие чувства у него были на момент того, когда он принимал решение, так сказать, жениться на вашей маме. И не было у него сожаления на эту тему. И плюс, какие были у них взаимоотношения, когда они вас сделали. Вот когда вы это поймете, вам стоит гораздо проще. Ну вот, вы знаете, в период моего рождения мама была в сильном психологическом стрессе. От чего? Потому что в жизни в тот момент произойдет, знаете, получается, наверное, 80-е годы, тогда Андропов, вот это вот все. 85-е? А мне мама, она... Да. Я 84-го года рождения, а мама у меня работала, ну, всю жизнь проработала на ювелирном заводе начальником лаборатории химической по анализам. И тогда арестовали весь завод, ну, там, руководство, ну, и, соответственно, всех, кто... Под подозрением были. Да. Да. Мама тогда была мной беременна на четвертом месяце, когда она села в тюрьму. Так. Вот. Интересно. И, соответственно, ну, на тот момент они ее могли как бы направить в отдельное дело, ее бы быстрее бы освободили. Но в силу там обстоятельств мои родители этого не знали. Ну, и, соответственно, мама, наверное, где-то... Наверное, где-то с полгода просидела. Ну, то есть, как бы, она не в камере, там, я не знаю, как в КПЗ, получается, просидела. А у меня еще, ну, на тот момент, как бы, ну, у меня старшая сестра, ей было 7 лет. Вот папа остался с младшей сестрой. И на тот период, как бы, ну, маме в тюрьме сказали, что ее отец бросил. Так. Что он уже ушел, как бы, ну, и все. Ну, мама приняла это. Она сказала, ну, как бы, хорошо, у меня есть, ну, ребенок, она пыталась абстрагироваться на тот момент, ну, получается, как бы, ну, 4 месяца. Ну, все равно, какое состояние у нее было. Естественно, как бы... Так, скажите, а вы в тюрьме родились, что ли? Нет. После уже? Мама вышла? Нет, после. Мама вышла, да. Вышла. Ну, то есть, понимаете, да, перинатальное ощущение у вас какое? Тюрьма. Жизнь – тюрьма. И сейчас вы столкнулись с подобной историей только в эмоциональном и личном плане. Что обстоятельства семьи были просто невыносимыми. Это все звенья одной цепи. То есть, казалось бы, эти сюжеты никак не связаны, да? Ваша бабушка, там, арест мамы, то, что у вас происходит. Но на самом деле это все эмоциональные программы, которым все равно, где разворачиваться, потому что эмоции, они вроде бы не направлены на куда-то, но мозг их фиксирует, привязки к чему-то. Понимаете, да? И важен этот спектр, который застревает в подсознании. И когда вы эту программу распаковываете, понимаете, что карма, такое слово есть, да, можно его применить, это набор, на самом деле, эмоциональных переживаний. И опыт предков в виде конденсата кармы, конденсата эмоций содержится. А поступки являются, и обстоятельства, это, ну, внешним проявлением. Поэтому важнее изучать эмоции и их структуру, и их силу. Какие они были в моменты принятия жизненно важных решений, такие как беременность, выход замуж и так далее. И какой был компот из психоэмоциональных близких взаимоотношений во время воспитания родителей. И вот это все скидывается на потомков, если это не отработано. И вы получаете то, что получаете. Поэтому, видите, эмоциональный, личностный задел больше от отца вас идет по энергетике, а обстоятельства жизни тоже подкрепляются еще, видите, то, что испытывала ваша мать, когда вы были в нем в животе. Ну и, соответственно, после. А еще, знаете, такой вопрос. Вот, понимаете, мне мама рассказывала, что я была таким достаточно активным, жизнерадостным ребенком. Любознательным. А потом открытым, ну такой, ничего не боящимся. Ну, никого не боялась. Потом, где-то, наверное, в классе пятом я резко стала, ну, как замкнутая, что ли, бояться стала вообще всех. Замкнулась. Не стала такой общительной. Хотя я, в принципе, очень человек общительный. У меня как-то... Вот. И я вот не знаю, с чем это связано. Это тоже какой-то психологический блок произошел. Нет, это может быть раскрытие как раз наследственной информации. То есть... То есть я стала бояться бояться людей. Знаете, вот как бы... Так, вы сейчас боитесь людей? Сейчас. Ну, у меня бывает... Нет, ну, тех людей, которых я знаю, соответственно, не боюсь. А вот новый контакт, новое общение у меня вызывает такой, как бы, ну, дискомфорт. Хотя, как бы, я всегда человек такой общительный. Вот я думаю, что это может быть сказывается на данный момент еще ситуация, которая сейчас сложилась. У меня какая-то боязнь сейчас всего вообще. Я всего боюсь. Никому не доверяю. Маме сколько было лет? Маме сколько было лет, когда она вас рожала? Маме... Тридцать четыре. Тридцать четыре года. Так, тридцать четыре. А вот узнаете у родителей, когда им было по двенадцать лет, как они себя чувствовали? Что в их жизни было? Это я попытаюсь. У меня, понимаете, у меня мама, она всю жизнь прожила с дедушкой и с бабушкой. Ну, то есть, сама себя сделала полностью самостоятельно. Училась она отлично, но всего добивалась сама, потому что родителям, как бы, и ей подсказать некому было. Бабушка с дедушкой были достаточно, ну, такие уже в возрасте. Вот. И вот, как вам надо объяснить? Мама человек такой, который, ну, независимый ни от чего, ни от обстоятельств, ни от чего. У нее своя точка зрения на все. Она вот, ну, человек сильный. Гнет и все. Да, да. Гнет, и его переломить, или как-то ее переломить, это очень-очень тяжело. Ну, она и человек, ну, такой, достаточно сильный, но это в силу таких жизненных обстоятельств ей просто пришлось. То есть, понимаете, у нас в семье, ну, в моей семье, папа с мамой поменялись ролями. У меня мама взяла роль отца, ну, получается, фактически мужчина, да. А папа принял это просто и все, как бы ему комфортно и удобно. Да, он спрятался. И, знаете, как мама всегда говорила, не я вышла замуж, а папа на мне женился. То есть, как бы... Я папу замуж взяла. Да. Да. То есть, и, знаете, такой момент, когда, знаете, этот перелом был, когда вроде как мама давала папе решение принимать самому, но все это, все то, что он делал, оно шло все наперекосяк. И потом мама в этот момент взяла на себя ответственность за принятие всех решений. И папа это принял. И он и всю жизнь так, вот на протяжении всей нашей жизни, как бы он где-то там за углом. То есть, он как-то выглядывает из-за угла, посмотрит. А, ну, там мама вроде Розетта, и поэтому мама как бы все жизненные удары, какие бы ни происходили, она брала на себя. Потому что папа как бы, ну, вот так вот из-за угла. Ну, она на это запрограммирована, скажем так. Они нашли друг друга и в этом вот себе друг друга дополняют. Ну, да, они как бы приняли. То есть, мама приняла то, какой папа, и папа принял то, какая мама. И им как бы, ну, то, как они существуют, они это приняли. Вот. Поэтому поняли идею, да, нужно, так сказать, проработать боль, которая есть внутри вашего папы, в результате которой вот он себя вот так выстроил, да. и таким, таким образом, таким образом, у вас синдром жертвы начнет из подсознания вымываться. И это скажется позитивно на ваших текущих взаимоотношениях. Если вы внутри чисты, к вам нечего предъявить, ничего не получится, никого вас вывести из равновесия. Понятно, да? Можно еще вопрос? Да, когда у человека, я доскажу, когда у человека много любви в душе, он начинает этим влиять на других, и это происходит самопроизвольно, легко и просто. Да, в чем вопрос? Вот. Ну, вопрос стандартный, как тут постоянно, в принципе, задают по поводу самореализации. У меня такое... Я понимаю, ну, то есть, то, чем я занималась до того, как ушла в декрет, мне, можно сказать, ну, нравилось и 50 на 50. Вот. Потому что, там, когда я закончила университет, в принципе, я... у меня такая специальность широкопрофильная, что, в принципе, я могла выбрать направление и просто в этом направлении себя развивать. Вот. Я выбрала направление, которое на тот момент мне казалось для меня самое такое интересное. Вот. И, в принципе... Как он называется? Называй. Проектирование. Так. Я проектировщик. Проектировщик чего? Объектов? Да, объектов. Ну, объектов промышленного производства. То есть... Да, да. И у вас это неплохо получается? Ну, если точнее, то я, ну, узконаправленный проектировщик, геймпланист. Я занимаюсь генеральным планом. То есть, это первая стадия проектирования. Круто. Перед тем, как разрабатывается полностью проект. Вот. И, соответственно, ну, да, как бы, я считаю, что, в принципе, я, ну, неплохих результатов достигла, но что-то как-то внутри эта работа, она такая более ограниченная, что ли, в рамках. Мне как-то хочется больше свободы. Больше творческой реализации. В геймплане там полно творчества. Мама не горюй. Просто вы можете быть, вот, у вас пока опыт есть в создании общего проекта. На самом деле, любой серьезный проект с этого начинается. Да, сначала общий план делается, а потом детализация. Да, вот. Просто можно подумать о том, чтобы доводить начатые дела до конца. Это очень ответственная вещь, которой вы занимаетесь. Она очень интересная и она априори должна быть денежной, если вам не доплачивать, то есть на эту тему посмотрите. Нет, вы знаете, у меня хороший был заработок. Ну, хорошо, дай бог. Если, может быть, в этом бывает некие нюансы возникают. На самом деле, она ваша, потому что вы умеете кубики эти складывать. Вот эти вот пазлики, да, вот прям образ так рисуется и у вас легко получается. Интуиция в этот момент сама подсказывает, как это надо сделать. А знания не имеют прикладное значение для того, чтобы это реализалось. Но вы можете что-то еще для себя, еще в свои горизоны расширить, посмотреть, что вы еще можете делать. То есть, сами проекты, это как дети, понимаете, да? Одного родил, второго можно родить. только если ты получаешь удовольствие от своей работы. Вот, вот это самое главное. Просто понимаете, я такой человек, ну, меня всегда тянуло, я вот в юношестве даже, не знаю, в детстве, в юношестве, я чем только не занималась. И мне все, чем я занималась, мне нравилось. Танцы, рисование. Я очень хорошо танцевала, я занималась бальными танцами. У нас просто маленький городок. В принципе, ну, как бы дальше нам было тяжело очень пойти, а у родителей не было достаточно денег, чтобы там не ехать, допустим, в Москву заниматься. И вот как-то на этом все потихоньку на это как бы все сошло. Рисованием то же самое. Вот. И мне всегда хотелось поэтому связать вот что-то вот с этим, свою жизнь, с более творческим направлением. Да, ну, вы поймите, что... А столько направлений, в которых я... В проектировании, да, тоже, смотрите, в проектировании тоже очень много творчества. Просто я никогда людям не рекомендую там бросить свою профессию. Ну, единственное слово, только если совсем не туда энергии идет. Она у вас идет туда. Просто к этому процессу надо подойти вот как к живому процессу. Творческий, да? Творческий, да. Что вы что-то рождаете новое. Вот нет еще, а оно появляется. Оно появляется через вас. Это всегда очень интересное состояние. Это не просто, знаете, как штамповка. Е2, Е4. Там надо треугольник нарисовать, там пирамиду рассчитать, площадь сечения и так далее. Это живой процесс. Вы рождаете пространство. Вы еще ничего нет, вы должны родить проект, создать его, выносить и реализовать. Это круто. На самом деле. И просто вот живости не хватает. В этом процессе больше осознанности. И тогда у вас совершенно состояние изменится. Но это ваше. То есть мне, в принципе, стоит в этом направлении продолжать. Да. Но просто надо углубиться в него. Может быть, чуть-чуть еще какое-то дополнительное образование здесь получить. Может быть, западное. чтобы предвнести в свою работу больше красоты. Ну вот, я чувствую, что мне не хватает немного знаний. Вот. Ну тогда найдите где-то вуз за границей, который вам добавит то мирового опыта, которое вы не получили до сих пор. И тогда ваше рейтинг, как специалиста, вырастет. И вам станет еще интереснее работать. Я поняла. Значит, мне самое основное это надо работать с родом, да? Да. Работать и с родом, и дело наваляется. Как сейчас сама чувствуется? Сейчас. Вот я сначала волновалась, сейчас уже спокойно. Так. На душе как? Что чувствуете? На душе тоже сейчас спокойно. Окей. Значит, берете медитацию и прочение. Не начинайте работать с мамой и с папой. Особенно обращайте внимание на отца. На его вот эту подавленность, на тех чертей, которых он загнал внутрь себя, надо в вашем хотя бы представлении выгнать. Понимаете, да? Чтобы в образе отца вы их не чувствовали. Он был бы для вас более светлым, не просто внешне спокойным, внутренне наполненным. Потому что папа ощущается как зомби, понимаете? Вот как, знаете, клише такое. Внешне все хорошо, но как вот, ну не скажешь, что на кладбище. Ну вот. Понимаете, да? Как будто жизни у человека нет. Все стандартно, формально все. Энергии не ездят через него. Понимаете, да? Оно так и есть. Чтобы он ожил. Потому что любой мужчина все равно рядом с вами считывает ваше взаимоотношение с папой. То есть, какое он есть. Он его местным человеком занимает. Поэтому ему там некомфортно, он начинает ломать это все своими негативными эмоциями. Вот откуда все наружу жертвы берется. Как только барьер отца у вас будет преодолен в вашем восприятии, внешняя жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Понятная идея? А так по энергетике ничего страшного? Не считывается так? Да и ничего страшного нет. Вот я говорю, ситуация у вас, почему я так долго на вас не остановился? Потому что, так как у вас, это у многих происходит. Вообще, наша страна, женщины, живущие в России, очень склонны к синдрому жертвы. И вот этих ситуаций, похожих на вас, их очень много. Когда мужчины рядом с вами приявляются в тиранов, я не говорю, что они не виноваты. Нет, у них своя заслуга в этом вопросе. есть. Вот каждый находит друг друга. И вот это вот, когда люди любят друг друга, а потом начинают ненавидеть, доходит до абсурда. Понимаете, да? Да. Но, если вы заинтересованы, чтобы ваша жизнь изменилась, я даю вам ключи, как это менять. Меняя свой внутренний мир, меняя то наполнение, которое досталось вашего рода, вы исцеляете свой род, исцеляете свою жизнь. И поработайте пару месяцев, потом можете мне директ написать, что была в прямом эфире. Какое у нас там число 16-е сегодня, или какое 17-е. 17-е. И как, да, 17-е. Как у вас дела, расскажите? Договорились? А скажите, да, 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 скажите, такой вопрос. Вот я уже начинала проводить практики медитации прощения, но у меня никак не идут образы родителей вообще. Слабенько. Ну, смотрите, чтобы облегчить себе задачу, можете взять фотографии. Я пыталась на фотографии смотреть, взять фотографии, как вы говорили. Да. И прям закрывать глаза, чтобы... Оно у меня как бы фиксируется, а потом хоп и исчезает. И на себе я сконцентрироваться не могу. То есть я себя не вижу. То есть я вот, ну, как бы пытаюсь, я расслабляюсь, я это чувствую, я расслабление, я не засыпаю на медитациях. У меня все это как бы проходит, ну, спокойно достаточно. Но образы, они все, они в голове у меня есть. Но чтобы я их, ну, увидела, они передо мной встали. Это не получается. Это уже несколько раз я делала. Значит, смотрите, что можно сделать? Можно предварительно прокачать свою энергию, сделать какую-нибудь простейшую пранаяму, допустим, Капалабхати Кри, можно в интернете посмотреть, очень много роликов, она не такая сложная, но она дает раскачку энергии, то есть пробуждает организм. И тогда сознание, оно более активно становится и проще концентрироваться на образах. Либо взять чакральную медитацию, добавить сюда, она дает усиление потока энергии, и таким образом вы проще потом будете делать медитацию прощения. Хотя я рекомендую, в основном, делать наоборот, сначала медитацию прощения, а потом делать чакральную. Но можно на самом деле комбинировать для таких случаев, как у вас. То есть наоборот поставить, сначала сделать чакральную медитацию, прокачать свою энергию, и потом вернуться к медитации прощения, поработать. Скоро выйдут новые медитации, будет два диска, один диск будет мой, а второй мой супруги, и там будет очень много интересных ее медитаций, как раз для женщин. и они как раз будут раскрывать тонкие струны души женской, и это тоже будет способствовать осознанию и умению контролировать себя. Все, спасибо вам большое, Артем. Так, все равно, да. Удачи, потом напишите. Обязательно напишу, хорошо. Все, всего доброго. Друзья, идем дальше. Там, смотрю, уже четыре человека у нас заявило. Сейчас посмотрю, кто там есть. Так, я следующих. А, Кирилл Солодовников. Вы у меня чуть ли там не самый первый в списке стоите, но куда-то все время пропадали. Да, номер один. Но эта заявка от вас давно поступила. Я думаю, сейчас поговорим. Если вы... Да, Кирилл, здрасте. Так, Кирилл, не слышу ваш голос. Вероятно, вы блютус не выключили. Блютус выключен? Значит, Кирилл, выключите функцию блютуса. И все, кто сейчас отправил заявку на то, чтобы я вас взял прямой эфир, помните, сегодня с утра опять забыл напомнить, но тем не менее, так говорил в предыдущих эфирах, надо выключить функцию блютуса. Иначе при подключении вас в прямой эфир мы вас не будем слышать. Поэтому блютус должен быть выключен, интернет должен быть на хорошей скорости, и тогда я вас могу взять прямой эфир, и, соответственно, с вами поработать. Время неумолимо идет вперед. Я Светлане много времени уделил, но это было оправданно. Так, Людмила Дермакол. В тот раз у нас что-то вроде не получилось. Давайте я его сейчас возьму. Подготавливайтесь, тогда все будет хорошо, все будет работать. Люда, здравствуйте. И что-то я и вас не слышу. Люда, не слышу. Вы выключили блютус? Вы меня слышите? А я вас почему-то нет. Давайте попробуем еще раз переподключиться. Странно. О, пошел звук, да. Видимо, что-то вы нажали, да? А, наушники, значит, мешали. Наушники мешали. Ну, все, видите, прекрасно. Слушаю вас, Люда. Ну, у меня вопрос такой про артериальную гипертензию. Вот, у меня повышенное давление, как мне его нормализовать? У меня, у родителей, ну, оно скачет постоянно. То есть, где-то до 140 на 100 бывает выше. Ну, вот оно в течение дня может скакать туда-сюда. Ну, до каких цифр? Если в положении, для меня это отличное. До каких цифр можно подниматься? Ну, вот, когда 140 на 100, мне очень плохо. В принципе, в основном до этого. 140 на 100. При этом вы тревогу чувствуете? Ну, особо нет. Особо нет. Так, просто поднимается и все. И вы сказали, что вы беременны сейчас? Да. Какой месяц? Третий. Третий месяц. А когда вообще давление стало подниматься? Ну, очень давно уже. Оно, мне кажется, лет 10 уже у меня поднимается. Я раньше думала, что это связано с работой. У меня на работе оно регулярно поднималось. И когда я ушла в декрет с первым ребенком, у меня стало все лучше. Я еще думаю, ну, точно с работой было. А сейчас, вот я, ну, как бы, с положением. Я до сих пор в декрете, оно опять начинало скакать. Начало скакать. А, смотрите, Людмилович, что сейчас можно сделать? В вашем положении, на самом деле, ничего активного особо не поделаешь, да, для того, чтобы давление нормализовать. Но я стандартной вам, как бы, рекомендации, то, что доктора дают, наверное, вы и так понимаете, да, много не пить, кофе не увлекаться, соли много не употреблять, да, то, что может поспособствовать чисто физические подъемы энергии, подъемы давления. Вот, но, значит, надо как-то дополнительно расслабляться. Хорошо снимает напряжение любая медитация. То есть, медитация на расслабление. Так, у вас, смотри, изображение стало подвисать. Вы меня слышите сейчас? Слышите меня? Вы меня слышите? Ну, ладно, записи-то послушайте. Значит, давление снижает, особенно при беременности. Хорошо медитативные практики. Вы берете даже медитацию прощения, даже первую часть до работы с предками, как раз она посвящена расслаблению. И когда вы концентрируетесь на собственном дыхании в начале некоторое время, потом на отдельных участках тела, вот это начинает переводить ваше артериальное давление в норму. И таким образом идет процесс восстановления. Видимо, вы меня перестали слышать. Ну, ладно, посмотрите записи тогда. Так, сейчас Кирилла еще раз возьмем, посмотрим, как в этот раз работает. Потом продолжим. Так, Кирилл, звук было слышно так. Вы меня слышите сейчас? Выключите наушник, наушник выключите. Вас было слышно на секунду. Видимо, наушник подключили, и что-то пошло не так. Кирилл, не слышу я вас. Видимо, какой-то дисконнект с наушниками происходит. Вот, сейчас появился звук. Вы выключили наушник? Слышно меня? Ну, прекрасно. Все, можем разговаривать. Да, ты слышишь? Все. Да. Значит, меня какой вопрос интересует. Вот девушка, которая первая была, вопрос тирании, там поднимался и терроризма, морального. Ну, определенные признаки, возможно, у меня там я в себе наблюдаю. Вот, и хотел бы понять, как с этим тоже бороться, ну, исправлять. Вы у себя признаки того, что вы хотите быть тираном, наблюдаете эпизодически? Я не хочу быть тираном. Я просто как бы, ну, возможно, я где-то, да, я, ну, достаточно жестко там в какой-то степени продавливаю. Продавливаете близкого человека, или продавливаете... Поведение, поведение. Ну, на кого вот это выливается? Да, да, да. На каких людей? Ну, на супругу. За что? В том числе. Вот, возможно, даже в том числе, как девушка говорила, там всякие какие-то, ну, с их точки зрения девушки, мелкие, возможно, вещи. Вот, но в основном, наверное, возникает, ну, как бы... Кирилл, я понял. Смотрите, то, что вы испытываете эпизодически, эти претензии, они не супругу направлены, они изначально были к вашей матери. Вы просто их повторяете. Понятно, да? Вот эти эмоции, вот эти обидки, они остались от мамы, достались. Неразрешенные эмоциональные взаимоотношения с мамой, когда вы ее не любите легко и просто, вырываются в то, что вы предъявляете претензии по отношению к своей супруге. Да, то есть проанализируете те ощущения, когда идут от мамы, вспомните все негативные ситуации, которые были в вашей жизни, проработать их с помощью медитации и прощения, и тогда дела пойдут лучше. Вы становитесь мягче. Ну, я с годами как бы становлюсь мягче, и даже с медитацией и прощения, когда... Глубже надо идти, глубже, глубже, глубже надо идти. Да, чувствовать прямо, то, что любовь льется к маме, без всяких условий. Вспоминание, что вот что-то как-то здесь жесткое. К маме любовь льется без всяких условий, тогда все будет хорошо. Ну, я не вспоминаю таких обид, каких-то таких, понимаете, которые там наполняют меня во время медитации и прощения, что там... Ну, нет вроде такого. Общий фон есть как бы такой. Ну, вот он... На то дело никак. Есть, вот, еще раз говорю, неприятие образа мамы, нет чувства любви по отношению к ней. Я это чувствую, вот как бы войдя в вас. С чем это связано? Может быть, у мамы тоже жертвенность была определенная, синдрома. Но и вы к нему подключились и его оставили в своей памяти. И он доминирует сейчас над вашим поведением. Для того, чтобы в настоящем моменте этого не было, нужно образ мамы переформатировать внутри своего восприятия с точки зрения чувств. Можно простить человека, но если нет любви, то прощения не произошло. Понимаете? Это ум делает. Ну, ладно, я тебя простил, как там некоторые говорят. На самом деле ненависть состоит. Видите, эмоции, эмоционально вам это показало. Когда я говорю, что я тебя люблю, это совершенно другое состояние. Согласитесь? По качеству. И когда оно у вас будет, тогда у вас будет состояние нирваны постоянно. Ну, то есть надо делить этому время. Да, конечно. Существенно. Если вы ему не уделяете, оно будет уделять вам. Но вам это не совсем нравится, я смотрю. И вашему окружению. Нет, мне это не нравится, конечно. То есть не то, что... Я просто... У меня родители, допустим, они... Мои памяти ссорились частенько. Я не хочу этого в своей семье. Но периодически как бы у нас такие... У нас либо там итальянская пара, большая любовь. Прекрасно, да. Но хочется, чтобы не ядерная война была, а все-таки какие-то, знаете, пусть это будут сексуальные игры, правильно, да? А не вот какие-то другие вещи. Тогда будет все в порядке. И вот еще, конечно, традиционный, самый любимый всеми вопрос по поводу чем заниматься. Или какое там, к чему предрасположенность. Так, Артем. 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 Друзья, какой-то сбой опять в Инстаграме произошел. Пришлось перезагрузить прямой эфир. Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь. И, надеюсь, Кирилл появится на связи. И тогда я закончу разговор, который мы с ним начали. Да, вот, запрос появился. Бывает, что-то происходит не только с Телеграм, но и с Инстаграм. Так, пошел звук, Кирилл. Сейчас, надеюсь, все. Слышно меня, Кирилл? Кирилл? Так, куда звук делся у нас? Вот на секунду пошипели чуть-чуть, и опять. Кирилл, не слышите меня, да? Сейчас еще раз. Давайте еще раз попробуем переподключиться. Нет. Сейчас еще раз попробуйте зайти в прямой эфир сделать. Видите, какие-то сбои идут в Инстаграм. Связь нормальная у меня, сотовая скорость тоже приличная, но что-то идет не так. Сейчас попробую еще раз. Попробую еще раз отключить прямой эфир. Да, приятно, когда мужчина тоже хочет. Да, Кирилл, звук подходит. Так. Да что ж такое-то? Вот на секундочку звук шел, а потом раз и исчез. Не знаю, с чем связано. И не слышно меня совсем, да? Кирилл, я вас не слышу. Не знаю, почему. До этого все не с первой попытки, но было хорошо. Может, у вас опять автоматически функция Bluetooth Кирилл включилась, из-за этого не происходит того, что есть. Мы слышим хорошо. Вы меня хорошо слышите, Ирина? Или вы Кирилла слышали хорошо? Я его не слышу. Друзья мои, напишите, как мне сейчас слышно. Будем тестировать тогда еще раз звук в Инстаграме, потому что наконец того, когда я выключился из эфира, какой-то сбой произошел. в вас. Чего? Так, вы меня слышите, правильно? Так, прекрасно. Ну вот, Кирилл не слышен. В том-то и дело, что-то происходит. Либо интернета не хватает, но, судя по всему, картинка была хорошая, поэтому, видимо, что-то, то ли Bluetooth, то ли программа какой-то глюк дает. Кирилл не слышен. Понятно. Давайте, может, пару вопросов отвечу. Сыну 9 лет боится, один ложится спать в комнате. Также в действии было у меня. В чем может быть причина? Ну, причина в том, что тревожный. Включайте ему светильничек, ночник. Потом перерастет. Это и в лет 13-15 от этого откажется. Меня плохо видно, Светлана? Друзья, как меня видно тогда? Четкости изображения нет. Ну, что-то видите, все какие-то сбои идут. А, интересует, Кирилл, направление, в котором дальше развиваться. Так, значит, Кирилл, первое, что приходит в голову, здесь нужно вам продолжать делать медитативные практики. Так, меня плохо видно. Так, 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 так. Размыто. Друзья мои, я себя вижу прекрасно. Не знаю, что с этим можно сделать. То ли действительно сбои в сотовой связи какие-то идут. Но я тест проводил, скорость интернета хорошая. Вот. Я сейчас Кириллу это скажу. Здесь надо продолжать практики, чтобы уровень четкости и энергии, которая через вас идет, и вот это ощущение радости стало нормой. Тогда ваши таланты природные не будут раскрываться. То есть не хватает ощущения вот этих вот запредельных переживаний духовных. И вот они позволят вам раскрыть свое предназначение. То, что пока они не проявились, а этого очень хочется, то тогда не происходит инсайтов, а куда идти дальше. Я не предпочитаю, когда вот такой запрос внутренний вижу в подсознании человека, просматривать это более детально, то есть как бы влезть в тонкий план человека, когда к этому еще не совсем созрела ситуация. Поэтому надо продолжать дальше заниматься практиками медитации и таким образом искать, раскрывать свой внутренний духовный потенциал. И тогда, что конкретно нужно будет делать, осознание придет в один прекрасный момент, тогда, когда оно должно прийти. Поэтому вот так на это отвечу. Так, Татаркина спрашивает, как быть, может полагаться, хорошая зарплата, процент заработан, но директор говорит, что компания мало заработала на этом заказе, не хочет платить всю сумму. Как быть? Поговорить с директором и все. Аж как быть? Это проблема двух хозяйствующих субъектов. Так, как у девушки попроса жертва, несчастлив в браке, терпит, что он жертвой себя выбрал, Олинка вода. Да. Вот эти, когда вы работаете с медитациями, с медитациями прощения, вы трансформируете эмоцию, которую записали ваши предки в ваше подсознание. Их эмоциональные ошибки нужно просто нейтрализовать, перевести их на состояние любви. Тогда корни внутри вас, они прочищаются, и родовая система становится гармоничной. И через вас энергия любви начинает течь. Вот таким образом идет исцеление вашего настоящего. Учитывая тот прошлый багаж, который вам достался, вы раскрываете для себя любовь и раскрываете для себя новый опыт. И таким образом ваша жизнь переходит на другой уровень и делает качественный скачок. Давайте на вопросы поотвечаю пока. Так, если в паре один человек работает над собой, Платьево Блонда спрашивает, и своим развитием, а другой нет, то такой пары есть в будущем. И есть, просто эффект от работы одного с запаздыванием распространяется на другого. Бывает такое, что один начал работать второй нет, и через какое-то время отношения совсем параллельны. Такое тоже бывает. Но, как правило, работа одного подстегивает, невольно другого тоже изменяться. И поэтому, если потенциал для развития любви есть, он проявится. Так, еще несколько вопросов. о том, как вы относитесь к Луэлли Вильму. Очень интересно, спасибо. Да, я пару книг лет пять назад читал. Так, достаточно занятно и хорошо. Неплохо можно читать. Как преодолеть страх смерти. Ну, представьте, что не все умерли, и почувствуйте себя от этого хорошо. И тогда еще поймите, что Ирина, да, Иринаушка, 109, что и ваша жизнь конечная. Вот просто представьте, что вас не станет в один прекрасный момент времени. И сразу вы поймете, как же ценно настоящий. Поэтому страх будет отступать, когда вы поймете, что он уже как бы свершился. Вы пропустите его в свою голову и освободитесь от этого. И все станет на свои места. Это как человек боится, с парашютом спрыгнет, боится, боится, он пока не спрыгнет несколько раз у него страх неизвестности, он его пугает. А вы представьте, что все это уже есть. Тонатотерапия называется метод, То есть терапия смерти. Когда вы ее принимаете такая, какая она есть и начинаете вдруг автоматически ценить то, что имеете и выходите из этой власти. Так, дальше смотрим, как оборвать связи с бывшим. Подала на развод с мужем, жду суток. А есть какая-то связь или что-то необъяснимое, тянет или какая-то зависимость, как освободиться или понять. Джанат Тали 87. Наверняка есть. Ну что конкретно у вас, я не могу сказать, пока ваше поле не посмотрю. Поэтому можете сделать заявку, исцелим этот мир вместе, отправить ее. Я вас в порядке очереди внесу в список и тогда с вами смогу поработать. Сегодня мы с Кириллом поработали, он номер один был. Самый первый отправил заявку очень давно, никогда в эфир не попадал. Татаркина, еще раз отвечаю. Надо сговаривать о том, что было изначально, и если права были нарушены, обещания, надо стараться их... Это вопрос общения. Вот и все. Так, варить древности не хотела ребенка в силу жизни обстоятельств. Сейчас 7-8 лет, жутко неуверен на себе. Синдром жертвы как быть? Мозжелал этого ребенка очень. Себя простить за эту мысль и ее разрулить таким образом, то есть эту эмоцию нейтрализовать и вспоминая о прошлом будете чувствовать уже любовь. Тогда синдром жертвы у мальчика уйдет. Как предупредить страх в украшении и страх смерти? Принять смерть, я уже про это только что говорил, это ваговое упражнение, которое сопровождается выходом страха очень часто, оно у вас произойдет. Сейчас есть проблемы с кишечником, с толстым или с тонким. Во-первых, нужно не исключать конкретные диагнозы, а если это все реактивный колит, так называемый, то это неразрешенные эмоциональные травмы, которые застряли внутри вашего тела. Кирилл, можно будет выйти в прямой эфир, конечно. В следующий раз попробуем, может все будет хорошо. Так. Моя дочь 17 лет, рождение до сих пор ложась спать, просит даже требуя полежать с ней и спать с ней. Дождавшись, когда она уснет, ввожу к себе, так она очень часто просыпается среди ночи. Ну, хорошо, все, пусть просыпается, пока ей 13 лет. и пусть вы ее будете укладывать. Ну, что делать? Много идей, она как будто держит какая-то или ничего, большой дисбаланс внутри. И раппет. Не могу ответить на вас вопрос, пока не вижу вашего поля. Так, друзья, у меня еще две заявки есть, сейчас посмотрю, от кого? Люда. То есть, вы меня тогда подвесите, давайте вас возьму и с вами доработаем и мы на сегодня будем завершать. Пора делать другие дела. так. Посмотрю. Благодарю. Так, звук. Люда. Слышите меня? Да, я слышу. Слышу, нужно поздание. Да, я слышу. Вы сказали, а голос через несколько минут. Ну, я у вас изображение мутное вижу. Да. Ну, сегодня же какая-то связь не такая. не знаю, с чем это связано. Слушаю тогда. Я вас слышу хорошо. Так вот, по поводу давления. Вы сказали, что техники расслабления медитации делают, да? Да, да. Я их делаю. Я вас на курсе, если я не вот уже на втором. Получается, я два месяца делаю медитацию прощения, чекральные, но пока результата особого нету все равно. Значит, смотрите, что еще можно вам добавить в будущее состояние беременности? Есть техники похлопывания и цигуна, которые также, также снимают напряжение дополнительное. То есть берете и начинаете простукивать свое тело сначала вдоль грудной клетки, потом по рукам вот такие вот постукивания. вот внутреннюю поверхность и внешнюю, и вот здесь вот шею, вот эти места. Потом переходите на поясницу и стучите по пояснице, по своей, вот вдоль, вот понятно, да, вдоль поясницы, простукиваете ее. Потом простукиваете ноги изнутри и снаружи. Можно посмотреть какой-то ролик после грудной, где есть техники простукивания. Это не сложное упражнение, но оно разблокирует тело и снимает безлишнее напряжение. А потом вы делаете еще медитацию и 100% давление должно нормализоваться. И не забываем про ладошки. Помните упражнение? Вот оно на самом деле очень хорошо. Да, 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 я тоже делаю. И головную боль снимает и ощущение давления. Еще что можно сделать? То есть, когда вы чувствуете избыток давления внутри себя, попробуйте его прощущать. Как бы его усилить, ощущение. И потом представив его образ, взяв, если вы тем более у меня на интуиции, взяв его матрицу, отработать, нейтрализовать этот образ и таким образом трансформировать причину, которая его вызывает. Так, Люда, видимо, вы меня опять не слышите. Ну, ладно, в записи послушайте, да, еще раз. Добавляем простукивание и добавляем работу с причиной с матрицей, а тех, кто не знает этого метода, кто не был ни на интуиции, нужно работать с ощущением, его как бы усиливать, воспринять и попробовать, представив этот образ, работа будет влиять на ваше тело, состояние здоровья и дела ваши поправятся. Друзья мои, давайте еще на пару вопросов отвечу, и тогда будем на сегодня завершать. Так, очень часто стало болеть горло, упадок сил, в чем может быть причина? Ольга Куницкая. Я бы с удовольствием ответил на ваш вопрос, точно, да, посмотрев ваше биополе. Так, Аленке, добрый день, скажите, сейчас связан страх перед беременностью, перед родами, как себе помочь? Видимо, связан часто очень страх запугал вас интернет, подруги, знакомые, потому что сейчас очень много все транслируют, что беременность – это ужас, кошмар и так далее. А на самом деле, это физиологическое состояние, естественно, да, поэтому, если вы испытываете страх перед родами, сходите на курсы, которые вас психологически подготовят к родам, и таким образом вы этот страх снимете, и можете там, до ул, есть такое сейчас новое направление, когда с вами работает специалист, который подготавливает к роду, и который помогает вам в родах. И тогда у вас и страх снимется, и процесс физиологический состоит, все будет хорошо. Как неатализовать матрицу давления? А просто берете матрицу, да, это те, кто у меня на курсе, те знают, о чем я это говорю. И как образ, точно так же с ним работайте, нейтрализуйте, и тогда избыточного только давления, давление это должно быть, то есть гипердавление, вот причину, вы берете, смотрите, нейтрализуете, тогда дела выравниваются. Голокружение в процессе медитации и прощения означает, что у вас идет разблокировка страха, и таким образом это нормальное состояние. Оно сначала чуть-чуть дискомфортно, а потом как может состояние опьянения возникнуть, как будто вы выпили вина немного. И вот это очень хороший результат. Почему может быть анемия? При беременности питание препарата не поднимает железо. Алена, значит, в роду какие-то темы есть, потому что анемия это всегда связь с родом. Если это не токсическое воздействие на организм, в результате чего-то, как бы отравление бывает, анемия возникает, если это не результат какого-то внутреннего кровотечения, судя по всему, да, у вас так, то значит, это какая-то травма, связанная с родом, что-то в всей родовой системе было не так. Так, не вычеркивайте мне из списка. Нет, не буду вычеркивать. Попадете в другой раз. Надеюсь, может быть, интернет будет получше. Я, правда, буду за границей, скорее всего, следующая понедельник. Вот, там, посмотрим. Протечьте все, конечно же, предварительно, чтобы все работало. Так, 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 ну что, Ольга Куницына, давайте я вас сейчас вызову, так, экспресс посмотрю ваше поле, если вы не против. Расспрашивайте меня, и тогда вам все скажу, и на сегодня будем завершать. Нет, боитесь? Ну, ладно. А то я хотел еще кому-то помочь. Так, выкидыши, это тоже что-то не так с родом. Да, надо смотреть, что именно. Астаханброз, грыжа, от каких эмоций? Смотря в каком отделе. Позвоночник длинный и большой. Шея, это текущие проблемы, что-то с ними не так, не принимается. И то есть, основа подлом, да, более глубинная, ниже этаж, это, ну, глубже связь с какими-то делами. Так, как поспать список? Очень просто. Забивайте хэштег, исцелим этот мир вместе. Находите первый пост, где я это описываю, выполняйте все условия. Я потом, перед началом эфира, по хэштегу проверяю все свежие заявки, которые есть, когда они выполнены. Если у вас аккаунт закрыт, я это не увижу. Если он у вас открыт, я это увижу. И тогда вношу вас в список, и если вы в этот день заявляетесь, я тогда в порядке в порядке очередности всех вызываю работать. Так, случайно отклонила, я готов к прямому эфиру. Ну, давайте экспресс. Я все-таки люблю разговаривать больше, чем слушать людей. Это интересно. С текста тоже неплохо, но... Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно хорошо, да? Слышно, да. Еще вкратце повторите свои просьбы. Эхо, правда, идет. Эхо, правда, идет. У меня в последний год очень часто стало болеть горло. То есть постоянно вот оно краснеет, и постоянно потом я чувствую себя не очень. Небольшая температура поднимается, вот, и потом вроде опять нормально, потом опять. Практически каждую неделю у меня с горлом что-то происходит. Не знаю, почему. В детстве, кстати, тоже у меня болело горло, когда я маленькая была. Потом это прошло на долгий-долгий период, и сейчас вот мне 27 скоро, и вот опять началось опять с горлом у меня такие дела. Папу почему ненавидите? Почему ненавидите? А? Своего отца за что ненавидите? За что ненавидите? Ну, у него характер очень тяжелый. Маму обижал. Ну, вот поэтому у вас и горло. Невысказанные претензии. Высказанные претензии к папе. Про медитацию прощения берете? Про медитацию прощения берете? Прорабатывайте этот носок. Прорабатывайте этот носок. И с горлом перестанет болеть незачем. Это из-за папы такой? Это из-за ваших обид. Это из-за ваших обид на него. Договорились? Договорились? У меня до сих пор с ним так не очень хорошая... Ну, вот и все. Вы это не перевариваете, потому что обиды это не решение. И ненависть это не решение. Любовь это решение. Любовь это решение. Глазки заблестели, да. Вы меня поняли. Хорошо. Спасибо большое. Все, счастливо. Все, счастливо. Спасибо. Не обязательно, Лера Лайфа, что это за папа. Просто у Ольги это за папа. Я ее просканировал. А так, может быть, причина разная. Не высказанное что-то, не проявленное. Вот так вот. Ну, все, друзья мои. Уже время наше вышло. Я даже чуть больше сегодня времени посвятил из-за этих накладок, которые происходили. Поэтому пожелаю вам удачи. В следующий понедельник постараюсь выйти в эфир в 8.45 по московскому времени. Хотя там, где я буду, там время будет другое. Но это уже мой вопрос. Это не важно. Хорошего вам всем дня. Удачи, успехов. И до новых встреч. Пока-пока.